МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комфорт им только снится. Жильцы одного из домов на улице мира живут без воды. Тренировки под открытым небом. В Березняках торжественно открыли еще одну спортивную площадку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Буквально на днях мы рассказывали о шокирующей ситуации в Кизеле. Там во всем городе нет тепла, а воду дают всего на пару часов. А у жителей дома номер 79, что на улице мира, почти такая же ситуация. Они больше недели живут вообще без воды. К березняковцам, которые оказались в плену коммунального бедствия, выехала наша съемочная группа. Мира 79. В этом общежитии люди уже 10 дней живут без горячей и холодной воды. Правда, не все. Воды нет только по одному стояку. А это четыре этажа, то есть более 30 комнат. Воду отключили у нас на той неделе, во вторник. Звонили в ШПД, они сказали, якобы, какая-то аварийная ситуация. Ну, мы подумали день-два, и ладно. Вот уже вторую неделю у нас нет воды. И они говорят, что мы там внизу топим кого-то. И у нас обрезали эти трубы. У нас вообще воды нет ни в душе, ни в умывальниках. И у нас вообще сплошная, можно сказать, антисанитария. У нас не помыться, ни посуду не помыть, ни постираться. Ну, извините, не справить естественные надобности. Коммунальщики объяснили отключение воды тем, что кто-то из жильцов на втором этаже затопил помещение на первом этаже, которые раньше сдавались под парикмахерскую. Потоп устранили, но воду снова давать не хотят. Из-за одного нерадивого соседа, видимо, должны страдать остальные. Мы, конечно, ходим там, берём воду в соседнем блоке, но они возмущаются, что у них у людей счётчики стоят. Им нельзя, ну, платить-то они будут потом, ведь за нас получается. Им тоже неудобно и некомфортно. Нам, конечно, как быть-то. Туда звоним, туда звоним. То есть нам никто не помогает. Мы обратились в управляющую компанию ООО «ШПЭД». Но на рабочем месте мы почему-то не застали ни директора, ни главного инженера. Однако камера запечатлела хоть какие-то обещания. Сегодня вечером после обеда мафия будет восстанавливать один стояк по туалету. По туалету только? Да, да. А у них у соседей есть вода рядом. Жительницы общежития очень удивлены. Неужели они не достойны жить в нормальных человеческих условиях? Водоснабжение появится только в туалете. И то, это пока только вилами на воде писано. Мне просто шок. Людей бы поставить в нашу ситуацию, и действительных тех людей, и посмотрели бы, как они выжили бы в этих же условиях. Но сдаваться Татьяна и Ирина не хотят. Если воду не дадут, женщины намерены обращаться в прокуратуру. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В Березняках разгорелся коммунальный скандал, в котором снова задействована управляющая компания «ФАРТ». Напомним, несколько месяцев назад директора этой компании посадили в тюрьму за экономические махинации. А на днях жильцы домов с претензиями нагрянули в офис своей бывшей управляющей компании. Екатерина Золотарева подробнее. Я не собираюсь 10 раз отпрашивать. Вы кричать-то, в конце концов. Вы чего кричите? Да потому что не участвует. Вы здесь кричать до тех пор, пока вы нам не даете. Да уж вам встанет плохо. Да хватит кричать. Вы чего кричите-то? Эти разъяренные жильцы в офис компании «ФАРТ» приходят уже не в первый раз. После того, как директор управляющей компании предстала перед судом, жильцы домов, которыми раньше управлял «ФАРТ», решили в срочном порядке поменять управление своих домов. Выбрали Шпет Семина. После чего были расклеены объявления на каждом подъезде, куда нам обращаться по каждому вопросу. И там было четко указано, что на Гагарина один. Приходим на Гагарина, нам говорят, что паспортная визовая информация находится в инфосервисе. Спокойно, я можно говорить? Нет, не могу, потому что я пятый день отпрашиваю с руками. Волнения жильцов понятны, ведь сейчас они не могут прописаться в квартиру, получить разрешение на перепланировку и решить многие другие вопросы, связанные с жильем. Я купила квартиру. У меня квартира в ужасном состоянии по себе бабушке досталась. Я хочу полностью сделать ее под себя, сделать перепланировку. Пришла комфорт Семина. Они мне говорят, что у нас нет ваших документов, нам ФАРТ не передал. Но пришла в инфосервис, она говорит, в рекпалате. В рекпалате говорят, вы сумасшедшие, у нас нет таких документов. И это еще не все проблемы. На общем собрании жильцы домов приняли решение о смене управляющей компании. Но каково же было их возмущение и удивление, когда квитанции на оплату стали приходить сразу от двух компаний. Выяснилось, что бывшая организация ФАРТ до сих пор не передала технические документы на дом новоизборной организации. С нашей стороны все необходимые уведомления, сообщения были направлены. ФАРТ нам сказал, что 6 сентября передаст пакет документов, но, к сожалению, так они до сих пор и не переданы. За справедливость жильцы домов решили бороться все вместе. Поэтому и пришли в офис компании на встречу с исполняющим обязанности директора ФАРТа. Вы кто-то один или вдвоем останьтесь, я вам расскажу алгоритм получения документов. Мы его знаем. Нет, мы будем ругаться или будем получать документы? В интервью нашей телекомпании, исполняющей обязанности директора ФАРТа, пояснил, почему до сих пор не переданы документы на дома новой управляющей компании. Оказывается, жильцы не предоставили специальный реестр, где должны быть указаны их подписи и согласие на смену управляющей компании. Протокол собрания жителей дома, подписанный только одним жителем дома, я считаю, это мое личное мнение, юридического веса не имеет. Потому что должна быть правовая основа. А правовая основа – это реестр собственников жилья, где указан фамилия, имя отчества собственника, площадь занимаемого жилого помещения и результат голосования – за или против. У каждого своя правда. А вот юрист Виталий Иванов совсем другого мнения об этой ситуации. На языке закона он пояснил, кто прав, а кто виноват. Единственный документ, который необходимо предоставить в управляющую компанию – это сам протокол, надлежащим образом оформленный. И, соответственно, никаких других документов, которые требовались бы для предоставления старой управляющей компании, законодатель не предусмотрел. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, это жители дома. Мы назначали вам сегодня в два часа. Режим работы без обеда. Жильцы все же решили пойти на уступки фарта и принесли требуемые от них документы, а конкретно – реестр с подписями. Но в назначенное время перед жильцами просто захлопнули дверь. Принесли мы реестры, как и договаривались, хотя закон этого не требует. Собственно, перед нашим носом закрыли двери, в глазочек на нас посмотрели, стучались мы, стучались, никто нам не открыл. Сейчас и жильцы, и новая управляющая компания переходят к следующему этапу спора. Свои жалобы и претензии они уже пишут в прокуратуру, Роспотребнадзор, в инспекцию госжилнадзора и во все компетентные органы. За развитием ситуации будут следить Екатерина Золотарева и Лев Собуров. Новости на ТНТ. А сейчас коротко напомним о том, чем запомнилась уходящая неделя. Традиционный обзор главных тем и событий. В начале рабочей недели утром в спокойствии городских улиц прервались сирены пожарных машин. На пуль диспетчера поступило сообщение о том, что горит здание дворца культуры «Металлург». Все воспитанники, работники и посетители центра были в срочном порядке эвакуированы. Несмотря на то, что многие впервые попали в столь экстремальную ситуацию, все действовали очень слаженно. На самом деле пожар в культурном центре – лишь учебная задача для огнеборцев. Пожарные справились с трудом, но все-таки выполнили все поставленные перед ними задачи. Выполнили в объеме. Единственная задержка времени получилась. Но это мы разберем внутри. Сейчас, когда у нас разбор будет, все средние недостатки, которые были выявлены на данных тренировочных учениях, мы их осветим в дальнейшем, чтобы исключить. Жители Кизила пожаловались нашей редакции, что 100 недель администрации района принято решение о приостановке работы всех образовательных учреждений. В школах и детских садах нет тепла и нарушается режим подачи воды. Холодные батареи и в квартирах. Почему жители Кизила оказались в таких условиях? Ответ на такой холодный коммунальный вопрос нам дала глава администрации городского кизиловского поселения. По ее словам, коммунальное хозяйство – банкрот. Виной всему 60-миллионная задолженность, образовавшаяся по причине неплатежей потребителей тепла. В данный момент администрация района продолжает переговорный процесс с пермоэнергосбытом, чтобы тепло все-таки стало поступать в квартиры кизиловцев. Очень тяжело. Тяжело без воды, конечно. Ребенок маленький. Стирать надо каждый день, ну через день и то. Сушить тепла нету. Дети сейчас в школу не ходят. На этой неделе от сотрудника транспортного предприятия мы узнали нападение на троллейбус. Неизвестные обстреляли машину и проткнули колесо. К счастью, никто не пострадал. Информацию о стрельбе по общественному транспорту директор предприятия назвал домыслом и предостерег от любых выводов по этому поводу до завершения работы сотрудников полиции. Сейчас слово за полицейскими. Об итогах расследования мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. Сегодня горожане в очередной раз услышали на городских улицах вой сигнальных сирен. Но никаких экстренных событий эти звуки не означали. Всего лишь плановая проверка средств оповещения в Пермском крае. Всего на территории края установлено 254 автоматических сирен. 20 из них находятся на улицах и в пригороде Березняков. Сюжет о результатах проверки наши телезрители увидят в понедельник. На этой неделе в рейтинг 500 лучших школ России вошли 12 образовательных учреждений Пермского края. В том числе и Березняковская школа номер 3. Перечень лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты, в 2013-14 учебных годах подготовил Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации. На запасном поле стадиона Аграхим Березняковская сборная встретилась с дубльсоставом команды «Звезда-2005» из краевой столицы. Итог встречи 4-1 в пользу пермячек. Но результаты матча никак не повлияли на распределение мест в турнирной таблице. Березняки остались на втором почетном месте вслед за командой «Звезда-2005». Ну это у нас самый, скажем, соперник Березняки, самый неудобный соперник. Они и старше, и с ними тяжело бодаться. Модельное агентство «Фэшн-преображение» объявило о наборе девушек для участия в проекте «Краса России-2015». Сначала конкурс «Краса России-2015» пройдет на городском уровне, после которого самые красивые победительницы, а их будет две, отправятся уже на краевой этап в город Перм, а затем в Москву. На кастинг при себе нужно иметь туфли на каблуках, купальник и черное платье. Конкурс для самых красивых состоится в субботу в 5 часов вечера в клубе «Семь». Мы впервые в городе проводим конкурс для девушек как стандартной, так и нестандартной внешности. Мы приглашаем девушек от метра 55 до 180 сантиметров и с размером одежды от 40 до 50 размера. Кстати, в субботу в 5 часов вечера в клубе «Семь» в торговом центре «Оранжмол» также пройдет кастинг на участие в проекте телеканала «Тенты и Березники» «Модный марафон». А подвела итоги недели и ждет всех на кастинг Екатерина Федорова. Удачных выходных! Продолжу выпуск. На главной площади города наконец-то заработал долгожданный фонтан. Правда, с переменным успехом. К сожалению, подрядчик не сдержал свое обещание и вовремя не завершил все строительные работы, которые должны были закончиться еще в начале лета. И теперь красивая достопримечательность будет радовать нас совсем недолго. Долгожданный фонтан заработал в начале этой недели. Первый запуск прошел без особого пафоса. Да и чем гордиться? Его строительство из благого намерения превратилось в обычный долгострой. Контракт с подрядчиком был заключен еще осенью прошлого года. Но помешали погодные условия и работы перенесли на 2014 год. Но и этим летом подрядчики лишь кормили горожан обещаниями. К концу июня фонтан должен быть построен. На 1 сентября, что будет готов фонтан. Через три дня все будет готово. Будет полностью объект готов. Теперь и наш город может похвастаться оригинальной водной архитектурой на главной площади города. Мы строили, строили и наконец построили! Ура! Но счастье было недолгим. Фонтан работает с переменным успехом. Например, сегодня, несмотря на теплую для осени погоду, вода в фонтане не плещется. Скоро зима и навряд ли горожанам в этом году еще пригодится прохлада главного городского фонтана. Остается надеяться, что в следующем году он будет радовать березняковцев и гостей нашего города бесперебойно. Дмитрий Сидельцев, Сергей Александров, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Обещают построить вовремя. Федеральная трасса Кунгур-Соликамск, которую вообще, мягко говоря, трудно назвать трассой, наконец-то преображается. В основном там сейчас идут подготовительные работы. Скоро начнется укладка асфальта. Долгожданный ремонт наконец-то состоялся. Трассу Кунгур-Соликамск пытаются привести в надлежащее состояние. Над ней чуть ли не колдует более 50 единиц строительной техники и 70 человек рабочей силы. Но, как показывает практика, везде есть свои минусы. Из-за такого глобального ремонта у автомобилистов страдают машины. Тяжело, конечно. Вон днищем слышно даже, как скребут. Машины убиваются. Большие ездят машины. Страшно прижимаешься вот так вот. Грязище. Ну, здесь первые сады поселка Яева. Люди, я не знаю, как вообще туда проезжают. У меня тоже здесь сад. Вообще невозможно становится ездить. Практически полторы тысячи метров этой федеральной трассы, а именно дорога до поселка Яевы, наконец-то примет нужный вид. Вопрос только когда, если на дворе уже осень. А это и дожди, и заморозки, в период которых асфальт не укладывают. Подрядчик говорит, что все сдаст, причем даже раньше положенного срока. В этом году сдаем. До осени все будет готово. А то есть до какого месяца до осени? Ну, там до ноября у нас срок. А так-то мы раньше, наверное, закончим. А вот выполнить ли свои обещания эта подрядная организация? И смогут ли автомобилисты со всеми удобствами и комфортом преодолевать этот участок трассы? Мы узнаем только в ноябре. А пока набраться терпения и немного подождать, желают водителям Татьяна Александрова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Я, ты, он, она. Вместе целая страна. И действительно, если все мы объединимся, может быть, сможем привлечь внимание горожан к проблеме охраны лесов и животных? Этой задачей заботились ученики и педагоги Орлинской школы, которые инициировали проведение экологической акции. Екатерина Федорова продолжит. На фото ученики седьмого класса Орлинской школы, которые принимают участие в акции «Чистый берег». Стоит отметить, что эти ребята довольно часто и с энтузиазмом откликаются на экологические акции. Хотят решить глобальную проблему загрязненности лесов хотя бы в районе своего поселка. Я, ты, он, она. Вместе целая страна. Вместе нужная семья. Вовремя, что ты сейчас. Сегодня юные защитники экологии показывают пример своим сверстникам, ученикам 14-й Березняковской школы. Станцевали флэшмоб, раздали листовки с наглядным примером, как нужно прибирать территорию. А стихи на листовках – это авторские работы ребят. Березняковское лесничество полностью поддерживает идею молодых активистов. Связь между школой и лесничеством, я считаю, самым необходимым, нужная. Потому что наше подрастающее поколение обычно берет все от взрослых. То, что мы успеем передать, это начиная с садика до школьного возраста. Я считаю, это очень здорово, это необходимо. Экологическую акцию поддержало Министерство культуры Пермского края в рамках проекта «Детский исторический театр». Как говорится, приучают с молоду. А мы решили узнать, какой же урок уяснили березняковские школьники. Я увидел то, что надо охранять лес животных, делать субботники. Какие выводы сделать? Что нужно охранять животных. Экологическая акция превратилась в настоящую эстафету. Юные защитники природы из Орла передали свой настрой березняковцам. И 14-я школа – не единственная в их списке. Мы мечтаем, что наш почин поддержит те школы, к которым мы съедем. Сейчас мы посетили Березняковскую школу номер 14. Следующая у нас на очереди – это Пысковская школа. В общем, мы надеемся, что движение будет разрастаться. Принимаем эстафету. Теперь наша задача – придумать что-то очень серьезное и важное для экологии, для города, связанное с тем, чтобы город стал наш чище, красивее, уютнее. Какая школа на очереди следующая? Я думаю, что близлежащая школа к нам – это пятая. Цепочка добрых дел началась. Подобные акции планируется провести в течение года в каждой березняковской школе. Екатерина Федорова, Сергей Александров, новости на ТНТ. Березняки – город спортивных людей. Накануне прошло официальное открытие еще одной спортивной площадки под открытым небом. Знает теперь, где будет заниматься спортом и Татьяна Александрова. Я рада вас приветствовать, и мы хотим, чтобы вы почаще приходили сюда и занимались. Торжественное открытие долгожданной спортивной площадки на свежем воздухе наконец-то состоялось. Два года, можно сказать, с миру по нитке. Организаторы обустраивали спортивное гнездышко для активных березняковцев. И вот оно готово. Ребята могут в свободное время приходить и делать такие физические упражнения. Паркаут стал развиваться сейчас во всем мире, и в России тоже очень активно. У нас в Березняках тоже много таких детей. Вот сегодня мы видели показательные выступления. Ребята, конечно, молодцы. Помимо уличных тренажеров, на площадке спортивной школы по самбо и дзюдо установили и различные турники для спортивного направления нового поколения – воркаут. Это уличный спорт, заниматься которым может любой желающий абсолютно бесплатно. Главное одно – желание. Как говорит Валерий Федяев, уличными тренировками он занимается уже больше года. Здесь большие возможности. Но и о мерах безопасности забывать не стоит. Воркаут – это уличный спорт, которым можно заниматься каждый человек. Неважно, какой возраст. Хоть с шести, хоть с семи там. И хоть до какого возраста. У легкисти иногда бывает. Можно подходить к футбольной команды. Шипы всякие, конечно. А все желающие, кто были зрители, можете подходить, пробовать свои силы. Всегда поддерживать, всегда помогут. Так что призывайте друзей и родных к здоровому образу жизни. Занимайтесь воркаутом, командой. И на площадке будет нескучно, и спортивных березняковцев станет в разы больше. Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Медиахолдинг «Планета Радио» приглашает всех принять участие в викторине и получить призы. Смотрите новости на ТНТ и отвечайте на вопросы о сюжетах программы в эфире «Европы плюс Березняки» по будням с 3 до 4 часов дня. Очередной вопрос прозвучит в понедельник в эфире «Европы плюс». Будьте в курсе главных новостей с ТНТ «Березняки». А мы по-прежнему делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение – 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и отличных выходных. В климат-маркетах технологии климата – широкий выбор бытовых обогревателей по оптовым ценам. Спонсор погоды – компания-производитель металлопластиковых конструкций «Элитострой». Полный цикл производства означает полную ответственность за конечный результат. Компания «Элитострой». Улица Ломоносова, 98, дроп-3. Торговый центр «Чехов». Телефон 239950. Прогноз погоды представляет салон-магазин «Люстери». Расположенный по адресу улица Ломоносова, 98, дроп-3. Торговый центр «Чехов». «Люстери». С нами светлее. Пермский край все еще будет находиться на юго-западной периферии антициклона, так что сильных изменений нашему региону погода не принесет. 27 сентября в Перми ожидается ясная погода без дождей – плюс 13, плюс 16 градусов. В Александровске 13-16 тепла, ясно, без дождей. Сухая погода ожидается и в Губахе. Там столбик термометра будет колебаться в районе 12-15 градусов со знаком «плюс». Такая же преимущественно теплая погода ожидается и в Кизеле – плюс 12, плюс 15. Чуть прохладнее в Соликамске. Там воздух прогреется не более чем на 12 градусов выше нуля. В Березниках 27 сентября погода ясная, без осадков. Температура воздуха ночью – плюс 4, плюс 7 градусов. Днем – плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный – 2,7 метра в секунду. 27 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Вам дали отопление? Если нет, галогенный обогреватель стоит 500 рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2, территория Агроснаб. Элита Строй. От социальных окон до любого вашего каприза. Окна, балконы, двери. Установка, ремонт и обслуживание. Собственное производство в Березняках. Наш адрес. Ломоносова, 98, напротив торгового дома «Ермак». Телефон 23 99 50. Люстери. Магазин люстр, эконом и премиум класса. При покупке от 2000 рублей сертификат на установку окна или натяжного потолка. Люстери. Торговый центр Чехов. Телефон 23 93 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова